Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного. Помилуй. Достойно есть якова истину, блажите Тебя, Богородицу, преснаблаженную и пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, безыстление Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пресчистой Твоей Матери, силы и счастнага Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, спаси нас, якоблаги и си человеколюбец. Аминь. Без крестного знамения поклон. Божья милостью, будь мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, века не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой. Да будет мне воля Твоя, да неосужденно, отверзу устам и недостойно. Восхолю имя Твое, Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, явно и очистены от всяких скверных. Спаси, блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, як да светится имя Твое. Да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 исти Божий, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. От одрая сна, воздвиг льми, если Господи, ум мой просвети. Отверзи уста мои, восхвалять имя Твое Святое. Аминь. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приедет, и к его же деянию обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 исти Божия, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восста благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многера я Твоя благость и долготерпение. Не прогнился на мне ленивый и грешник. Угубил меня с табинзаконием моими. Но человеколюбствовал, если я обычный. Нечаяния, лежащего воздвигло мне, если. Воежеутринь, исти славословите, держав Твою, ныне владыка. Просвети мои овощи мысленные, отверзи мои уста. Поучайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И петите о воисповедании сердечным. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу, Христу, Цареве и Богу нашему. Аминь. 94-й Псалом Приидите, воспоем к Господу, Воскликнем Богу твердыни спасения нашего. Предстанем лицо Его со словословием, В песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, И Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, И вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, И сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, Приклоним колени при лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, И мы народ паства Его, И овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали Глаза Его, Не ожесточите сердце вашего, Как в Мериве, Как в день искушения в пустыне, Где искушали меня отцы ваши, Испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом с ним, И сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, Они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, Что они не войдут в покой мой. Воспойте Господу песню новую, Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, Благословите со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, Во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, Страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, А Господь небеса сотворил. Слава и величие при лицом Его, Сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни, Трепещит при лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, Потому тверда вселенная, Не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, И да торжествует земля, Да шумит море, и что наполняет его, Да радуется поле и все, что на нем, И дликуют все дерева добравные. При лицом Господа, Ибо идет, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, И народы по истине своей. Господь царствует, да радуется земля, Да веселятся многочисленные острова, Облако и мрак окрест его, Правда и суд основания престола его. Перед ним идет огонь, И вокруг попаляет врагов его, Молнию его освещает вселенную, Земля видит и трепещет. Горы, как воск, Тают от лица Господа, От лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, И все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие стуканам, Хвалящиеся идолами, Поклонитесь перед ним все боги. Слышит все он, и радуется, И веселятся с черри иудины, Ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, Высок над всей землею, Привознес, Привнесен над всеми богами. Любящий Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, Из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, И на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведный, о Господи, И славьте память святыни его. Слава Суе Сыну и Святому Духу, И ныне и Крис, И во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Суе Сыну и Святому Духу, И ныне и Крис, И во веки веков, аминь. Слава Христу! С Богом давай! Мы тут на молитве были, я так стою еще сейчас. Все, с Богом! Благодарю! Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротов и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да обменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я ведь причастник обслава Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится злово. Что торт мне от Твоих руки оградой, ну или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невздержание мое. Не дай возможности злому демону починить мне в себе преобладание от этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. Осы, ты, Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному душе и тела, прости мне все, чем я скорбил тебя во все дни моей жизни. Если о чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от мегепагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Андрей, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, счастливая жертвовящего Креста Господи, не оставила от грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помил Отца моего духовного родителя и сродника, благодетель, митрополита Иллариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антуния, священарея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, диаконах, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и вышли истинные служители миссионерам, миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и нам дай, дай еще священник, если угодно, воли Твоей святой, смири власти воинств твоих, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое от церкви Твоей, мови, сохранив от покушения на них, и умудри издать добрые законы, дабы ли дали достойно жить подданным, дабы было еще уделять нуждающимся. Слава Тебе, Господи Божий наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованные Тобою, для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всего всякого рода зла и греха и непосильных искушений, и сохранить. И сохранить и защити жилища наше и селения от пожара, воров и нечистой силы живущих там Андрея, Игоря, Серафима, Владимира обрати, Людмилу болящую, любовь Владимира, Алексея и Осипа, прищи добрые жители с детьми, любящими уставы твои, сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Пщадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, побуди всех на проповедь Евангелия, спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Михаила, Нину, Романа, Анну, Юрию, Арахиль, Ездру, Русика, Тимура, брати, Самир, найди, голосови, Александра, Александра, Сергея, Сергея, и даруй, Господи, мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, но вщина садит это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Возри на врагов, разруши их замыслы гнусные против нас и закрой их лживые уставы, бы не вредили делу Божию. И в судный день не помяни их безумия, не дай им погибнуть, примири их с нами, Господи. Посети благодетели наших, воздаем добром всей жизни в будущее. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталья, Анилу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию. И от пьянства избавили Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Александра потеряно, найди. Дай знать, где он находится. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, когда дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Посети, Господи, болящих, помоги им перенести с терпением страдания. Укрепи их на две болезни и почтим исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Анну, Марию, Александру. И кто заповедовал молиться о них? Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, кто был с нами в поездке и помогал совершить ее. Николая, Виктора, благослови. Павла, Зинаиду, Владимира, Димитрия, Сергея. Аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. И сохрани наши сокровища в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся, Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, и содружество, и облагослови домашних. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Милосердный! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И в этот день сохрани, Господи, от всякого несчастного случая, от всего, что не славит Тебя. Аллилуйя! Добрый мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мою помытарством, и веди на веки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и доволен, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным, дабы было еще уделять нуждающимся. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исайя и Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанных в духе святом с любовью, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Иустин Философ, Космай Дамиян Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Некомедийский, Георгий Победоносец Пантелеимон, сорок святых мучеников, Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устрашив родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Платауз, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антони, Макари, Макари Антони, Пеодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макари Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит Господь и сохранит нас всех в святой православной вере. А замосты и ретиков разрушь, развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Истофия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, сохрани их от всяческого поругания. Исправьте покоримость Галины, семейства Евгений, Надежды, Людмилы и Иоанны. И прими, Господи, нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Боже наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Сына Твоего единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, пролитой крови Твоей, святой, прими нашу молитву, исполни ее, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Доброе утро всем. Все, находите себе место, можешь стоять здесь, а ты стоишь. Не надо, это будет. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Все, от нас за лса уже не буду слышать. Закрыл. Что, вылазь, давай. О, а вот и все. Ну-ка. Ну-ка. Давай, вылазь. Сейчас будем слушать Сергея Павловича, он будет считать. Так, вчера я был, получал пенсию. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 14. Вопрос 2886. Текста нет на экране. Есть? Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 14. Вопрос 2886. У меня вопрос очень серьезный и глубокий. В полном смысле слова. Если в зарубежье церкви или в Московской патриархии настоящее время архиереи-бессеребренники. Уточняю, что я имею в виду, то есть архиерей не берет ни копейки. Допускаю трапезы после службы ни в виде праздничных, ни на день ангела своего, то есть который полностью довольствуется только своей зарплатой и определенными и пархиальными взносами. Вопрос какой? И даже не берет он сду ни за награду священнослужителей, ни в виде благодарности после награды. Даже благочинный не собирает никаких поборов. То есть ничего и ни копейки, кроме своей зарплаты. Вопрос задают. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что за в виде праздничных? Это побор и есак на праздники, когда архиерей приезжает в какой-то приход? В чем конкретно это выражается и кто собирает? Наш епископ Евтихий Курочкин РПЦЗ за 10 лет никогда и никак не делал сборов денег. Никогда. Мы все платим десятину батюшке в руку, даже без учета по совести. А он уж дает архиерею. Содержать епископа нужно пастве, и епископ не должен бедствовать. Установите святую десятину. Книга чисел 18-21. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Вторая пропоминон, 31-6-8. И израилетяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли зеки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. Наград церковных никаких не должно быть в этой жизни. Это все дымное надмене мира от происков врага. Награда – это удары за проповедь. Истинное вознаграждение будет только в вечности. Второе Тимофею, 4-8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Матфея, 10-41. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. А тут получается, что человек уже получил. А иногда эти награды есть. Лишь лишнее свидетельство того, что этот батюшка драконом прогибался перед семиглавым змеем, угождал вышестоящим архиереем и уполномоченным. Его надо драть, выгонять, а он обвешивался погремушками, церковными наградами, митрой, крестами с украшением. Крест один. Страдания за Христа. День Ангела. Награда должна быть Ангелу, а не тому, кого Ангел хранил. Если архиерею представить все его упущения за год, то ему место может только в аду и будет, и кочергой по лбу от черта рогатого. С архиереями мало знаком. Но про нашего могу сказать, что нас он ни разу не теребил, ничего не требовал и отныне очень простой и с нами за одним столом вместе. Простите, ничего не требовал, и он ныне очень простой и с нами за одним столом вместе. Гуляем по полям, беседуем весь день. И овечек пасли вместе с ним, лежали на копне сена, были бессеребряниками апостолы. У Павла были огромные средства в руках. 2 Кориффеном 8.20 Остерегаясь, чтобы нам не подвернуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Но через Павла люди только перекачивали деньги в утробы бедных. 1 Кориффеном 16.2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояния, чтобы не сделать сборов, когда я приду. 2 Кориффеном 9.5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. У апостола Петра и у других были огромные средства в руках, но они их тратили на нужды церкви, на бедных. Деяние 4.35.37 И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес за деньги и положил к ногам апостолов. Не бойся, стадо малое, Изрек спаситель, утешая малодушных. Теперь ту фразу вдоль и поперек И редики мусолят, прожужжали уши. Какое стадо? Кто у них пастух, Когда не овцы, а шальная свора? То старостильные монастыри для двух, Раскольники, два отщепенца вора. Здесь утешение для любых адептов, Которых первоклашка перечтет. Здесь в резервации два попугая в клетке, Самоуважение в фразе той почет. Не бойся, стадом малое, Шумит трухлявый вождь, А с ним одна старушка. Народец малый заполняет СМИ И прячутся от страха друг за дружку. Под малым стадом легион зверя, Их шерсть горбом, как будто динозавры, И за слова Христа хватаются не зря, Самоутверждаясь на пустое завтра. Быть стадом во Христе, увы, непросто, И отвечать всем качествам овцы Совсем не пчелы воровские осы, Не меда и не воска у жалющей осы. Не бойся стать овцой у Иисуса, Оставить волчьи норов и непослушанье, Где блеянье, там волчьих нет укусов, Там слушают Христа и сердцем, и ушами. По отношению к волкам нас очень мало, Как капля по сравнению с волной. Враги Христа хвататься цепко стали За те слова, идя на всех войной. Не бойся, выполнима с Иеговой, К словам Христа трусливым путь заказан. Боятся Библии, послать всех в ад готовы, Чесоточных овец огонь обеззаразит. 2 декабря 2005 год, Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 14. Вопрос. 2892. Если во время хиротонии во священника Узнаем, что ему 22 года, Вместо положенных канонически 30, То нужно ли петь со всеми ему аксиас? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Аксиас достоин. Поется тому, кто воистину достоин. Но если под венцом стоит девочка На 8 лет моложе узаконенных лет Для бракосочетания, То ты не только не должен петь Исайя ликуй, А попросить Исайю, Чтобы прекратил это нарушение устава. А на аксиос Нужно было выкрикнуть громко. И когда спросят, почему так кричал, То объяснить безумие тех, Кто делает вопреки закона Поставление малыша во священники. Прог Даниил 13, 45-48 И когда она введена была на смерть, Возбудил Бог святой дух молодого юноши По имени Даниила, И он закричал громким голосом, Чист я от крови ее. Тогда обратился к нему весь народ и сказал, Что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, став посреди них, сказал, Так ли вы неразумны, сыны Израиля, Что не исследовав и не узнав истины, Осудили дочь Израиля? Тогда и прочти беззаконникам. Шестой Вселенский Собор, Четырнадцатое правило. Правило святых и богоносных отец наших Да соблюдается и всем, Дабы вопресвятера прежде три десяти лет Не рукополагать, Если бы человек и весьма достоин был, Но отлагать до уреченных лет, Ибо Господь Иисус Христос В три десятая лета крестился И начал учить. Подобно и диакон, Прежде двадцати пяти лет, И диакониса прежде сорока лет, Да не поставляется. Ибо диакон да поставляется Не прежде двадцати лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было Священную степень поставлен будет Прежде определенных лет, Да будет извержен. Никогда не участвуй в беззаконии, Но и обличи безумных. Исайя 44.11 Все участвующие в этом будут постыжены. Первая Петра 4.4 Почему они и дивятся, Что вы не участвуете с ними в том же распутстве? Злословят вас. Иуда 1.23 А других страхом спасайте, Исторгая из огня, Обличайте же со страхом, Гнушаясь даже одеждою, Которая сквернена плотью. Ефесянам 5.11 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, Но и обличайте. Святейшее невежество стоит, Дым напускает из своей гортани, Устроить хочет для студентов скид, Монастыри для танек хоть местами. Рождаемость, мол, падает, Маячит катастрофа, И в наркомании подростки захлебнулись, Но нет ни слова о Христе, Голгофе, Сленг речи, Как по-умному обжурить. Какие-то традиции, корни, Содружество с властями очень кстати. Прости за выражение, Ахинею порет, Жаль, что вранье Исаия не осадит. Размеренно и чинно падают слова, Мертвящая, жестокая неправда. На это слушателям легче наплевать, Чем встать с аратором, сказав, Мы очень рады. Пусть тешится, Жреет вранье, На всех хватает жирных и безбожных. Гаморру выжжет Бог, Осолится огнем, Протравит радиацией всем кожу, Где нет рождения свыше и Христа, Где дух святой отвергнут и не принят, Спасенье там не может и мерцать, Льет пустословие под патриаршем гримом. Слова их бред и кукольный театр, Не согласованный ни с Библией, ни с Богом. Под куколем трясущийся пескарь, Хотя на нем с амурчиками тога. Бог Иегова меч уже занес, И проклят покусившийся его сдержать. Не умирает червь, Предрек Иисус Христос, Огонь неугасимый для церковных жаб. Не покусись, нечестия пресечь, Своими силами и мудростью плотскою, Христа не принесших, Грызет гиенский червь, Горящим нет прохлады и покоя. Первое декабря, 2005 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства, том 14, вопрос, 2902. «Почему вы считаете виновными в развале в стране священства? Они делают, что могут. Люди приходят в храм, Получают утешение, умиление, Подкрепляются». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Повторяю уже не однажды, Что я не считаю, Не обвиняю, Не сужу. Но я не могу не указать на книгу Библию, Простите. Что я не считаю, Не обвиняю, Не сужу. Но я не могу не указать на книгу Библию, Которая признана в православной церкви божественной. А остальная уже не ко мне, А к этой книге. Она неизвестна в православии на Руси тысячу лет. То есть, она есть, Она стоит на полках, Но ею не живут, Она не руководит жизнью, С нею не сверяются практически почти никто и никогда. Вот об этом я и кричу. А она говорит, Что священники в древности Увели народ иудейский от Бога и Иеговы, А не к Нему. Они предали Христа, Они Его не узнали и не хотят знать. Все, что делается в церкви, Должно быть рассмотрено во свете Библии Открытым оком. В церкви постоянно читается псалтир Давида. И только в этой самой читаемой книге Слово «Слово» встречается 132 раза. Имеется в виду слово Повторяется 132 раза. Имеется в виду слово Божие, То самое слово, Которым мы спасаемся, Которым и будем судимы. О покойниках молятся постоянно, Заказываются раковусты, То есть, чтобы за деньги Был прочитан псалтирь 40 раз. То есть, 5280 раз Слышится напоминание о спасительном Слове Божием. И ни один мускул не дрогнет. А сколько же псалтири за год Было прочитано в храме в стране За тысячу лет в России? Миллиарды раз. И ни разу не возопили о том, Чтобы Библия стала светом И руководителем в жизни реальной, А не для мертвецов, Которым от этого чтения уже мало пользы. А Слово-то Божие И не проповедуют священники. Они его устранили. И заменили богослужением. Под видом благочестия Процветает тьма И дикое невежество. Иван Гелетана, 12, 48 Отвергающий меня И не принимающий слов моих Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, Оно будет судить его в последний день. Ивана, 5, 3 Вы уже очищены через Слово, Которое я проповедовал вам. 1 Коринфянам, 15, 1, 2 Напоминая вам, братья, Евангелие, Которое я благовествовал вам, Которое вы и приняли, В котором и утвердились, Которым и спасаетесь, Если преподанное удерживаете так, Как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали. 1 Иоанна, 2, 5 А кто соблюдает Слово Его, В том истинной Любовь Божия совершилась, Из всего узнаем, что мы в нем. Вот только несколько мест из Псалтирии, Говорящие об исключительном месте Слова Божия в жизни Не только праведника, Да и любого человека. Псалом 55, 5 В Боге восхвалю я Слово Его, На Бога уповаю, не боюсь, Что сделает мне плоть? Псалом 55, 11 В Боге восхвалю я Слово Его, В Господе восхвалю Слово Его. Псалом 76, 9 Неужели навсегда перестала милость Его, И пресеклось Слово Его в рот и рот? Псалом 102, 20 Благословите Господа все ангелы Его, Крепкие силою, Исполняющие Слово Его, Повинуясь глазу Слова Его. Вот только несколько мест из 118 Псалма О любви Давида к Слову Иеговы. А таких мест только в этом 118 Псалме 44. Псалом 118, 9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Псалом 118, 11 В сердце моем сокрыл я Слово Твое, Чтобы не грешить перед Тобою. Псалом 118, 50 Это утешение в бедствии моем, Что Слово Твое оживляет меня. Псалом 118, 67 Прежде страдания моего я заблуждался, А ныне Слово Твое храню. Псалом 118, 105 Слово Твое светильник в ноге моей, И свет стызе моей. Псалом 118, 114 Ты покров мой и щит мой, На Слово Твое уповаю. 118, 140 Слово Твое весьма чисто, И раб Твой возлюбил его. Псалом 118, 147 Предваряю рассвет и взываю, На Слово Твое уповаю. Так, секунду сейчас. Секунда прошла, Обманусь. Сказал бы минуту, а то секунда. А прошло уже сколько секунд? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ну то есть вранье. Так, на привесли мы, Вот это мы говорим, И за результат. Девушки отдыхают С утра начали этот мир Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Псалом 118, 148 Вот ты сказал на секунду А не было тебя минуту То есть обманул в 60 раз Никогда не говорите секунду А сразу скажи минуты две Псалом 118, 147 Предваряю рассвет и взываю на слово твое уповаю Псалом 118, 148 Очи мои предваряют утреннюю стражу Чтобы мне углубляться в слово твое Псалом 118, 172 Язык мой возгласит слово твое Ибо все заповеди твои праведны Псалом 118, 158 Вижу отступников и сокрушаюсь Ибо они не хранят слово твоего Псалом 118, 160 Основание слова твоего истина И вечен всякий суд правды твоей Псалом 118, 162 Радуюсь я слову твоему Как получивший великую прибыль 118, 172 Язык мой возгласит слово твое Ибо все заповеди твои праведны Утешение, умиление, слезы Есть во всех сектах В мусульманстве, в буддизме Это еще не говорит Что дух святой привел к желаемой пристани Только живое общение с Богом В духе святом В церкви Через слово его Святое Вводит в радость истинную Желаю ли ему продления жалкой жизни А Благодарю Врага умею Ни жалеть Ни унижая Желаю ли ему продления жалкой жизни Сергей Ты не расставляй слова Врага Ты причинаешь неправильно Врага умею ли жалеть Ни унижая У тебя ни выражения, ничего нет Ты как будто сонный Так и есть Врага умею ли жалеть не унижая Желаю ли ему продления жалкой жизни А может радуюсь, когда его зажали И в сладость мне день памяти и тризны Не позабыть, как враг топтал посевы Травил, уничтожал моих цыплят Его клевреты на меня насели Во всех судах, куда не брошу взгляд И спакостили все до гарнизона До горизонта Афиши о занятиях срывали Плодились мошкарою злые сонные Скрывали на пути моем провалы Естественно, желание дать им задачи Чтобы Бог привел к спасению очерствелых Их статус в гневе вмиг переначал Конечно же, отмерено за дело И вдруг Иисус Ему я доверяю Молиться заповедал о врагах Он сам без нас Их в гневе покарает Шибет, подпилит острые рога Враг голоден Не дай же помереть Он жаждет Не жалей воды студеной Чтобы покаяние Предупредила смерть Пробиться к совести Давно уже сожженной Добро творя И пользу подождем Смягчая нравы Вепря и дракона Слова евангельские Пусть падут дождем Не мстить По новому небесному закону Отмщенье мне Глаголит Иегова Я сам расправлюсь В порошок сотру Прижмемся к бровке Пусть нас враг обгонит Одетый нераскаянием Давно сотлевший труп Попытка оживить его добром Быть может не смягчит А раззадорит Что из того Пусть молния и гром Зовут поревновать О месте горнем 21 декабря 2005 год Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Священства Том 15 Вопрос 2943 Патриархийные батюшки Тоже ведут занятия в городе Не пытались ли среди них Работать Привить им Любовь к Слову Божию Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Были у них Несколько раз И кто посещали Занятия их И наши То их уроки Сравнивают С кухонными Посиделками За чаем А наши С курсами Академии Это не мое Определение Кавычки открываются Я ходила На занятия По изучению Слова Божия Закона Божия В институт культуры Занятия проводил Отец Михаил Капранов Учебный год 1994-1995 На эти занятия Приходили братья и сестры Из крестовозвиженской общины Они приглашали Прийти на их занятия В политехнический институт Предлагали материалы Об истинном крещении О церкви О священстве О посте И так далее Я материалы все брала Изучала С чем-то соглашалась А что-то отвергала Беседовала с ними Раза 3-4 На следующий учебный год Мне не захотелось Еще раз изучать Закон Божий И я решила пойти На занятия В политехнический институт К проповеднику Они жили Супермаркетов Договорились С ЛП Тарасовой Пойти на занятия Но она по каким-то причинам Не пошла 14 ноября 1995 Я пришла на занятия одна Занятия до такой степени Перевернули мое сознание Что я 3 дня В захлеб Всем рассказывала Про занятия И всех приглашала на них Хотя у меня и были сомнения Что возможно ошибочно Мое мнение С каждым последующим занятием Я убеждалась Что мнение мое О недоверии к занятиям Было ошибочным И что я попала туда Куда стремилась моя душа От занятий У меня такое было чувство Будто я пришла Рот открыла И не успела закрыть Как занятия уже закончились И продолжительность их была Не 2 часа А 2 минуты В начале января Игнатий Тихонович Пригласил членов общины Раскладывать газетки На улице Никитина 147-1 Я попросилась прийти И мне разрешили Я долго за дверью Доказывала Кто я такая Ибо я не знала Что надо было Прочитать Иисусову молитву Потом я попросилась На богослужение И на беседу С отцом Иоакимом Я сшила себе Длинную юбку Два платка И пришла на богослужение На улицу Никитина В марте написала Заявление на крещение Я была крещеная Но как не знала Когда я поделилась сомнениями с мужем Он рассеял все мои сомнения Сказав Ну кто тебя погружал Если и крестили То точно без погружения Тут уж я твердо решила Надо креститься Но до крещения Такой был страх Что я умру без крещения Причастия Покаяния И пойду в ад 7 июля 1996 года Я приняла крещение В озере поселка Потеряевка Пока не вошла в озеро креститься Я не верила Что меня покресят Потому что я еще не готова Грешная И недостойна этой общины После крещения Стала членом общины Слава Богу за все Что я думаю об объединении Нас будут гнать Ненавидеть и запретят Но я пойду за общиной Силина Галина Ивановна Евсеева Телефон 62-72-25 Послание евреям 2.12 Возвещу имя твое Братьям моим Посреди церкви Воспою тебя Путь к нам открыт Мы напротив Их силы И связи с властью Мелкая рыбешка Захария 11.2 Рыдай кипарис Ибо упал кедр Ибо и величавые Опустошены Рыдайте Дубы вассанские Ибо Повалился Непроходимый лес После усталой суматохи дня Едва лишь отключился Боли превозмог Вдруг телефон Взъявился Не вовремя звонят Хотя обычно В радость Не звонок Вы слышите? Москва вас вызывает Ответьте Вавилон Зовет к себе Из-под одеяла Вынырнул Недалеко был С краю Приходится Раздетому Дрожать Уже сидеть Конечно Недовольство Так и лезет Мол перепутал Кто-то с пьяну Параллели Из теплого В нетопленную Бездну И ноги Под себя Больные Окалели Но голос Так знаком И с юмором Чуть-чуть Усваиваю Звонит Явно Не старообрядец И с Рождеством Приветствует Постиг Что и не шут Меня по отчеству Назвал Два раза Кряду Да кто же Это И в такую Даль И без него Я знаю О младенце Взглянул На простыни И до того Мне жаль Мое тепло Бесследно Может деться И наконец Незримый Приоткрыл Что он Не кто-то Михаил Гордеев С которым Пил и ел Был братом Михаил Когда-то мы За пленками Гоняли По Бродвеям Благовестить Пришлось В ушедших Временах Своей машиной Славно Послужил Он Потом Закуролесил Превратился В прах А жаль Особенно Такого Старожила Молитва Молитва Сразу Потекла К Творцу На руки С нежностью Ту душу Подхватил Овцу Чесоточную С нежностью Несу Усталость Чувствую Да Рассчитал Ли Силы Он Приглашает В гости Кто Поедет Мой Адрес Дай Любому Пилигриму Господь Призри На Раскаянье Бедных Сын Федора Твой Дар Причти Его К Любимым Восьмое Января 2006 Год Игнатий Лапкин На следующий день После Рождества Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Священства Том 15 Вопрос 2949 Чем же Все-таки Конкретно Вызвано Такое Агрессивное Отношение К вам Епископата Священников На Каждое Ваше Выступление В прессе Или по Радио Они Взрываются Мешают Вам Вести Проповедь Занятия Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Я Не всегда Сразу Про это Узнаю И пропускаю Многое Мимо Но Когда Они Трогают Догматы Веры Тут Я Вынужден Переспросить Люди Видят Епископов В окружении Их Оруженосов Ипподьяконов Чтецов С репидами С хоругами Орленцами Жезлами На подачу Орлицами Простите Жезлами На подачу А вот Отдельно Взятый Каждый Епископ Без этих Привесков И навешанных Святых Тряпок Цветастых Шапок И крестов С поногими Он же Пугалом Будет выглядеть В лесу Когда Тебе С ним Нужно Огребать Каждую Лисину И пилить Под корень Дерева Разделывать Его Тащить На дорогу По глубокому Снегу Они же Гнилые Бревна Из себя Представлять Будут Да Поговорить С ними Просто По душам Нельзя У них Глубинное В мозговом Центре Повреждения Боясь Они боятся Что-то Своё Сказать Они внутри Себя имеют Несколько Цензоров Цензоров Из органов Слежения От Вышестоящих От Послушников Они не Могут Раскрыть Данные Им От Бога Таланты Они Потому Такие Однополо Бесцветные Браки Имеют С немощью Своей Если Есть Чуть Выделяющиеся Из толпы То Их В кавычках Выделение За счёт Того Что Они Уже Имели В миру А вот Так Чтобы От Водительства Духа Святого Раскрыт Был Апостольский Талант Этого Можешь И за Всю Жизнь Не Найти А вот Когда Умрёт Укодивший Всем Тогда Другие Мудрецы В клобуках Чёрных Начнут Миф О нём Расписывать Как Он От Детства Возлюбил Уединение Бисер Девство Они Видят Мир Одномерным Власть Мирская За них Им Дай Шикарный Храм Торговля Много Людей Огромный Доход Пышные Богослужения Торжественные Выходы К народу Толпа Прислужников Но Вытряхни Его Снова Перемена Из этого Помпезного Комфортного Действа Он Растерянный И Жалкий Будет Стоять Посреди Пустыря Он Не Знает Как Без Всего Себя Обиходить Как Имея Только Любящая Христа Сердце С нуля Начать Создавать Семью Общину И Потому Когда Они Видят Что Я Тружусь Без Всех Этих Наворотов От Власти Они Инстинктивно Чувствуют Во мне Угрозу И Начинают Лаять На Меня Как Говорил Протопоп Аваку Они Постоянно Пестуют Подпитку Что Без Их Что Без Них Небо Всем Смертным Закрыто Потому Видят Вокруг Себя Только Склоненные Жаждущие Благословения Спины Неравных Им Римлянам 8 36 За Тебя Умерщвляют Нас Всякий День Считают Нас За Овец Обреченных На Заклание Апостол Писал 1 Коринфянам 4 8 Вы Уже Пресытились Вы Уже Обогатились Вы Стали Царствовать Без Нас К тому Кто Власть Имеет Умерщвлять На Расстояние Плевка Не Покусись На То Она И Есть Шальная Власть Не Воскрешать А Укорачивать Нам Жизнь С Богатым Тоже Не Стремись Брататься Да Коли Не Узнаешь Чем Он Дышит Ведь В Большинстве Своем Они Страшнее Татей Им Так Легко Столкнуть Любого С Крыши Да Кстати Вспомнилось О Крыше Не Взначай Перила Поспеши На Ней Приладить И Об Опасности Негоже Умолчать Они В Раскрытой Яме И На Крыше Сзади Где Чуть Не Досмотрел Попятился Чуть Чуть А Человек Не Птица Кувыркнешься Не Удержать За Бороду За Чуб Костлявая Уже Стучится В Гости Наедине С Певицей Не Сиди От Ню Не Покусись Плениться Пением Бесперспективно Станет Впереди Тут Часто Не Помогут Даже Деньги Один По Улицам Бесцельно Не Броди Разглядывая Праздно Что Попало Поверь Притон Лишает Бороды Побитым Может быть Чужой Можешь Быть Чужою Палкой Где Чувства Самосохранения Нет Там Нация Как Снег В Жару И Стает Не Доживешь До Половины Лет Там Голова Не Нужна Коль Пустая С Еретиками Близко Не Спознайся И С Коммунистом Дружбу Не Води Закуска Волку Сей Гнята Зайцы Не Пей Нигде Отравленной Воды С Молитвой С Верою Знамением Осинись С Верх Силы Тяжестью Не Стоит Надрываться Кульбитам Так Легко Сорваться Вниз Падением Знаем Падение Знаем Никого Не Красит 13 Января 2006 Год Игнатий Алапкин Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Вот Какой Вопрос Смотри Книга Открытым Оком Вопрос Тема Священства Том 15 Вопрос 3008 Вами Многие Священники И Монахи Пренебрегают Может Потому Что Вы Не Священник А Будь Вы На Их Месте С Положением При Храме И Пасте И Возник Не Вот Так Же Какой То Не Формал То Как Бы Вы Поступили Отвечает Игнатий Тихонович Латкин Священником Я Мог Быть Уже Давным Давно И Не Раз И Даже Более Того Мог Быть И Епископом На Полном Серьезе Но Даже Увидев Себя Во Сне Священником Я Плакал Безутешно Поверьте Что Это Не Мое И Потому Меня Могут Воспринимать Только Как Мирянина Или Отвергать Тоже Как Мирянина Простеца И Неприязнь И Нелюбовь Клевета И Поношение Меня От Священников Не За То Что Я Мирянин А Только За То Что Я Высветил Их Несостоятельность И Грубое Невежество В Священном Писании В Канонах В Толковании Слова Божия Они Почти Все Невозрожденные Почти Все Мертвые Главное В их Характеристике Трусость Корысть И Бездарность Бесталанность Они Не Знают Бога Они Не Имели Живой Встречи С Богом И Иеговой С Сыном Его Христом И Иисусом И Не Знают Что Такое Слышать Голос Духа Святого И Быть Водимым Духом Божьим Не Ломать Божьего Замысла О Нас Я Никогда Не Опускаюсь До Их Падшего Уровня Они Лгут Не Боясь Ни Бога Ни Суда Божия Вот Только Самый Последний Их Наезд На Меня Газета Лампада Свято Георгиевская Церкви Города Новоалтайска Номер Второй 123 Февраль 2006 Год Страница Пятая Кавычки Открываются Моя Племянница Очень Верующая Состоит В религиозной Организации Лапкина Пишет 79 Летняя Ольга Подстрелова Ответ Относительно В кавычках Божественных Людей Надо быть Осторожными Особенно С представителями Сект Вот Вы Послушали Совет Одной Из них И получили Травму Господь Бы Вас Не Осудил Если Он И Осудит То За Выполнение Советов Человека Не Знающего Творения Святых Отцов За Советом Нужно Обращаться К православному Священнику Читать Святоотеческую Литературу Отвечает Священник Вячеслав Данькин Поясню Что Батюшка Знает Меня Встречался Со мной Несколько Раз Когда Я приезжал К ним В храм Во время Их Бунта Против Их Законного Епископа Антония Масевича Когда Они Запарикадировались Не пуская Его к себе Шла Смертельная Война За передел Зон влияния Денежных Купюр Снимало Телевидение Писали Газеты Распространяли С их стороны Листовки Дискредитирующие Их правящего Архиерея Умершего В возрасте 41 года Вырытого Из могилы И увезенного В иное место По инициативе Уже Нового Епископа Максима Дмитриева За что Последний Схлопотал От Несвятейшего Дроздова Порицания С обязательной Публикацией В их Ипорхиальной Мурзилке Алтайская Миссия Старушка Ничего Быть может Не знающая Из священного Писания Если верить Всему В этой Лампаде Называет Некую Религиозную Организацию Лавкина С юридической Стороны Она права Общину Так и Называют В отделе Юстиции Но Там И нет Такой Организации Если Речь идет О Крестовозвиженской Общине РПЦЗ Города Барнаула Никогда И нигде Не было Такой Организации Лавкина Но бабушка Могла Так Слышать И так Выразиться Но Вот уж Священник Вячеслав Данькин Никак Не мог Не знать Что мы А точнее Я Православный Он Беседовал Со мной Имел Наши материалы Спрашивал У меня Совета Как Им Разрешиться В той Непростой Ситуации С епископом Антонием И тут Он Круто Свернул Сторону Лжи То есть Дьявола Отца Лжи Начав Говорить О религиозной Организации Лавкина Лавкина Как О секте Может У него Новые Данные О нашей Общине Или Обо Мне Ничуть Просто Он Поп И ему Запрограммировано Лагать А правду Им говорить Противопоказано Как Работать Настройки И это Это Как Как Счету Публикация Наезд На Меня В Их Коптящей Незгораемой Лужи Лампаде Но Ведь Так Хитро Запутают Любого Что Голыми руками Их Не Возьмешь Ныне Это Это Уроки Дворкина Судов Бояться А Лгать Не Бояться Так По Каким Признакам Определил Господин Данкин Что Племянница Подстреловая Сектантка Что За Сведения Он Добыл Чтобы Так Безошибочно Заклемить Эту Еретичку Из В Кавычках Секты Лапкина Конечно Ничего Кроме Того Что Сказала Ольга Участница Великой Отечественной Войны Она Жи Поведала Как Увидела В Покровском Соборе Стоящую На коленях Полслужбы Женщину Напротив Алтаря И Помолилась За нее Господи Какой же Грех У этой Женщины У Женщины Помилуй Ее Господи И Тут Старушке Стало Плохо Ее Словно Сдавило Племянница Подхватила Ее Усадила На стул У входа Сбрызнула Воличкой Дала Попить А потом Вывела На улицу И Когда Она Рассказала Племяннице О своих Размышлениях Племянница Рассердилась Ты С ума Сошла Может У нее Непрощенный Грех А ты Просишь О помиловании Больше Нет Ни Слова В обвинении Этой Злой Племяннице Сектантки Если Эта Племянница Знакома С нашей Общиной Ходит На наши Занятия То она Знает Побольше Этой Бабушки Ольги Побольше Троих Данкиних С погиблыми Настоятелями И всего Даного Колена Одно Одно То Что Тут Жи Вслед За Такой Молитвой Была Сдавлена И Начала Размышлять О своей Ненужной Молитве Разве Это Господине Данки Ничего Не Говорит Что Племянница Прозрительно Увидела Причину Даведшую Их Прихожанке Прихожанку До Сдавливания Откуда Жи Поб Взял Что Он Прав В данном Случае У Него Может Есть На то Свидетельство Духа Божия Ничуть Он Жи Оракул И Как Шаман С Бубном Бьет В свой Авторитет За Советом Нужно Обращаться К Православному Священнику То Есть Не К Нему Жи Конечно А То Есть И К Нему Жи Конечно Он Не Отсылает Библии Библия Их Самый Наизлейший Враг Ибо Ничто Так Не Обнаруживает Подлость Священников Как Библия Если Б Товарищ Дайкин Любил Библию То Он Б Так Сказать Должен Так Как Я Сказал На Его Месте Будучи Не За Каждого Человека Можно Молиться Так Учит Нас Святейшая Верия Святое Слово Божие Иеремия 7 16 Ты Же Не Проси За Этот Народ И Не Возноси За Них Молитвы И Прошения И Не Ходотайствуй Предо Мною Ибо Я Не Вослышу Тебя Иеремия 11 14 Ты Же Не Проси За Этот Народ И Не Возноси За Них Молитвы И Прошений Ибо Я Не Услышу Когда Они Будут Взывать Ко Мне В Бедствии Своем 1 Иоанна 5 16 Если Кто Видит Брата Своего Согрешающего Грехом Не К Смерти То Пусть Молится И Бог Даст Ему Жизнь То Есть Согрешающему Грехом Не К Смерти Если Грех К Смерти Не О Том Говорю Чтобы Он Молился Племянница Была Права На Сто Процентов Поп Ее Осудил И Тут Же Вышел На Амвон И Стал Убеждать Прихожан Не Судить Никого То Есть Его А Сам Невинную Племянницу Осудил У Такой Племянницы Данькиным Не Стыдно Было Посидеть Года Три При Ногах Поучиться Библии Канонам Трудам Святых Отцов По Скрипту Получив Гассету Утром 14 Февраля 2006 Года Уже Через Час Я узнал Что Племянница Это Капустина Татьяна Кузьминишна Телефон 62 81 37 И Она Пошла К Своей Тете Подстрелов Ольге Александровне Телефон 62 47 15 Адрес Ярцинского 149 41 Выяснилось Что Что Никакой Водичкой Не Сбрызгивала На Тетю И Слов Тех Не Говорила И Пояснила Ольга Александровна Что Еще Задавала Вопрос В Лампаду У Нее Муж Георгий Захарович Умер Несколько Лет Назад Жили Невенчина В Бога Он Яростно Не Верил До Самой Смерти Говорил В Бога Нет Племянница Ей Тогда И Сказала Что За Гробом Нет Покаяния И Что В Церкви За Него Молиться Нельзя А Только Дома В Келейная Молитва С Добавлением Прошения О Прощении Самому Себе За Такую Молитву И 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 В И И И Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3, 18. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Евреям 11, 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Но в церкви ей сказал священник, именно за таких и надо молиться. Племянница ответила согласно Библии, канонов церкви и святых отцов, к которым хитро отсылают попы, сами ничего не понимая в деле спасения. А поп отвечал согласно поповских баек, бабьих басней. Попы-то совсем неверующие, а только дым нагоняют, и потому им церковно-славянско-китайский непонятный никому язык нужен до зарезу, чтобы никто ничего так и не понимал и не разоблачил подражания шаманскому камланью. И тогда Ольга Александровна подала за упокой в церкви за безбожника, даже неизвестно и ей, крещен ли он был, и увидела сон, что перед ним торт, порезанный на маленькие кусочки, и он подает умершие родственницы. Этого вполне оказалось достаточным, чтобы убедиться, что поп прав. По совету с Татьяной Кузьминишной позвонил Ольге Александровне, назвался в трубке сердитый голос старушки. По совету с Татьяной Кузьминишной позвонил Ольге Алексеевне, назвался в трубке сердитый голос старушки. Спросил, нуждается ли она в чем, и ходит ли к ней Танюша. Тут ее прорвало. Больше она ко мне не придет. Я больше ее верю. Простите, что с вами разговаривала. Гудки. Пока бабушка эта в церковь не ходила, была нормальная женщина, добрая, ласковая. Как только стала причащаться, так уподобилась одержимой ненавистью и поношением. Мне сказала и соседкам наказала, чтобы я над ней и после смерти ее не молилась, рассказывает ее племянница Татьяна. Ужасное состояние патриархийной церковной полноты. Это все от недостойного причащения. Входит черный дух злобы, лжи и умопомрачения. Иеремия 23.28.32 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, А у которого мое слово, Тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном? Говорит Господь. Слово мое, не подобно ли огню, Говорит Господь, И не подобно ли молоту разбивающему скалу? Посему, вот я на пророков, Говорит Господь, Которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, Говорит Господь, Которые действуют своим языком. А говорят, Он сказал, Вот я на пророков ложных снов, Говорит Господь, Которые рассказывают их И вводят народ моим в заблуждение Своими обманами и обольщением. Тогда как я не посылал их И не повелевал им, И они никакой пользы Не приносят народу сему, Говорит Господь. Безусловных положений нет. Повсюду оговорки и поправки. Приходится за правду попотеть. Везде условия повисли, Как пиявки. Без выбора ни шагу к рубежу. Коллеги из «Если голосуют», Коллеги из «Если голосуют», И каждый раз идешь, Как по ножу, Не по дороге торной, А в лесу я. Предложено, И выбор предстоит, То выгода земная С кривотолком Просеет рассуждением На сто сит И от начального Нередко лишь осколки, Где послушание С прицелом не надень, И нужно свериться С писанием священным. Спецовку, шапку, Сапоги одень, Придется выгребать Против течения. А если оплошаешь, То будет кое-как У ослабевшего Так многое на смарку, Причин самоправдания, Как песка, А после нутряною Кровью харкать. Кругами адскими Советского гулага Придется мудрости Искать по порошинке. Героям не поможет Здесь отвага И будет так, Как сверху порешили. Счастлив, Тысячекратно и блажен, Кому с Иисусом Выпало брататься, Отныне грех Есть главная мишень Расчистить путь И безусловно К счастью. Есть твердость Безусловная в Иисусе, В словах библейских, В Божьем обещании. Там мысли агнцами На пажите спасутся, Потоки благодати Зарима пред очами. Все во Христе Стократно только да, И этот выбор Выжиг все сомнения, От них и в памяти Отныне ни следа. Жизнь воцарилась Надо всем, Что тлен на. 13 февраля 2006 год Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына И Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком Тема священства Том 15 Вопрос Вы всегда говорите, Что самые виновные В гибели нации Священники И учителя. Так кто же Из этих двоих Более виновен? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Безусловно И окончательно Духовенство В лице Патриарха Если учителя Только в виде Аллегории Могут претендовать На звание Врачей, То священники В самом буквальном Смысле В плане Божьем Как учителя И врачи По замыслу Бога Иеговы. В Англии Это Анна 3.10 Иисус отвечал И сказал ему И учитель Израилев И этого ли Не знаешь Иеремия 6.14 Врачуют Раны Народа Моего Легкомысленно Говоря Мир Мир А мира Нет Римлянам 2.21 Как же Ты Уча Другого Не учишь Себя Самого Когда человек Болен Душою Или телом Он в первую Очередь Обращается К Богу И Его Служителям Иакова 5.14 Болен ли Кто из вас Пусть призовет Пресвятеров Церкви И пусть Помолятся Над ним Помазав Его Илеем Во имя Господне Это Таинство Назвали Соборованием Собрано Несколько Пресвятеров Ни о каком Достоинстве Больного Нет даже Намека Болен Ничто же Не смущает Ничто же Сумняшися Зови И пытайся Изменить ситуацию С больничным Священники Переломили Ситуацию В иное Русло Чаще Исповедуйся И чаще Причащайся Чаще Под Ипитрахиль И чаще К чаше А вот тут Подводные Рифы Со Смертельным Исходом Для утлой Лот Для утлой Лотчонки Должно Быть Определено И Абсолютно Безошибочно Готов Лиговельщик К этому Таинству В противном Случае Получишь Не исцеление А Эпикриз И погребальные Дроги 1 Коринфянам 11 28 30 Да Испытывает Жи себя Человек И таким Образом Пусть Есть От хлеба Сего И пьет Из чаши Сей Ибо Кто Ест И пьет Недостойно Тот Ест И пьет Осуждение Себе Не рассуждая О теле Господнем Оттого Многие Из вас Немощны И больны И Немало Умирает При Ненаученности Народа А в этом Колос Колоссальнейшая Вина Только И Абсолютно Священников И Архиереев Толпы Желающих Получить Исцеление Через Причащение Получают Приговор К осуждению Болеть И умирать Чтобы Испытывать Себя Нужно Иметь Эталон На что Держать Сравнение В сравнении С чем Испытывать Свою Жизнь 1 Тимофею 4 16 Вникая В себя И в учение Занимайся Сим Постоянно И вот так Поступая И себя Спасешь И Слушающих Тебя 2 Коринфянам 13.5 Испытывайте Самих Себя Верили Вы Самих Себя Исследовайте Или Вы не Знаете Самих Себя Что Иисус Христос В вас Разве Только Вы Не то Чем Должны Быть Потоком Идут К причастию И ни одного Быть может Кто мог Вникать В себя И в учение Христова Мог Бы Исполнять В евангельской Мог Мог Бы Испытать В евангельской Ли он Вере Или В корнях И преданиях В традициях И Самохотении Филиппийцам 1.27 Только Живите Достойно Благовествования Христова Чтобы Мне Приду Ли я И Увижу Вас Или Не Приду Слышать О Вас Что Вы Стоите В Одном Духе Подвязаясь Единодушно За Веру Евангельскую И Посему Священники Есть Главные Наполнители Тел И Больниц Не Сцельными Болезнями И Главными Наполнителями Моргов И Ада Евангелие От Матфея 23.15 Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Обходите Море И Сушу Дабы Обратить Хотя Одного И Когда Это Случится Делайте Его Сыном Гиены Вдвое Худшим Вас Преступно Доверяться Канакраду Малознакомому И Листивому Мужчине Бог Бог В совести С рождения Дал Ограду Свалив Потом Насаживаясь Чинем Не Доверяйте Если Свет Зеленый Смотрите Вова Влево И Направо Туркмен Баши Жмет Жмет На Своем Осленке Как Страусу Не Дал Бог Смысл А Грама Не Доверяй На Скользких Ступенях Держись За Истинно Проверенную Руку Кто Спотыкается Их Тут Обвинят С Разбившимся И Обойдутся Круто Доверимся Лишь Слову И Говы Всесильному Единому Над Нами С Ним Перейдем Через Любую Прорву До Старости Не Растеряем Память Не Подпоясанным Ложась И Без Христа Таким И Встанешь Не На Этом Свете Сумеем Ли Из Кумы Достать Оставить Православие И Детям Остерегайтесь Лживых Толкований Сепаратистов Лживости Сектантов Да Мало Ли Бессовестных Поганых Пригалстуках Обритых С Этих Станет Доверие Пусть Вызовет Лишь Тот Кто Божий Страх Лобзает Ежечасно Божество Беги Как Сутенерство У них Святые Может Только Вши Пока Свет Библии Им Не Объемлет Сердце 11 февраля 2006 год И Игнатий Лапкин Библии 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 Игнатия Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 15, вопрос 3026. Какие перспективы видятся у патриарших священников? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никаких. Храмы должны опустить окончательно, и попы будут никому не нужны. Они окоснели со своими бесконечными проворотами богослужений, на которых и сами спят. У них давно пора отнять льготы ренты на безгрешности в действии, на механические туманности. Пора менять репертуар. Им нужно с Евангелием выйти к народу. А они для этого абсолютно не готовы. Ибо невозрожденные излятся на любое проявление жизни, бьются за место у корыта. Кавычки открываются. Вера в Бога у меня от мамы. Но это была какая-то отвлеченная вера. Просто в Бога. Не было у нас Библии. Праздники потихоньку справляли. Даже отче наш я не знала. В 1995 году отец Дмитрий Капранов благословил меня начать создавать общину в селе Тагул. Нашлось несколько надежных помощниц. Нашли помещение, где собирались. Зарегистрировали общину в Барнауле. Просили у владыки Антония священника. И в 1996 году к нам приехал отец Герасим. Начались постоянные службы со священником. С того времени и до сих пор действует храм Архангела Михаила. Но у меня все время было чувство, что для спасения чего-то не хватает. Что-то здесь не так. Много ездила по святым местам и везде искала. Кто бы мне на все мои вопросы мог высказать волю Божию. Не нашла. С 1995 года знакома с Игорем Дебуновым. С ним мы при встрече много вели бесед по Евангелию. Большой результат был, когда Игорь в Тогол приезжал вместе с отцом Павлом. Они друг друга дополняли. Но переворот в моем познании и изучении Библии сделали книги Игнатия Тихоновича Лавкина. Это был как луч света, как вспышка. Я поняла, что до сих пор все было не то, что надо для спасения. Как-то отвлеченно верила в Бога, читала Библию, но не очень понимала или вообще не понимала, что такое Голгофа, крест Христов, распятие. И вдруг какое-то озарение книги Игнатия Тихоновича. Все встало на свои места, все стало понятно. А к общине меня привело полное неприятие тех правил, которые существуют в нашем храме. Да и в большинстве. А именно, я читала каноны, но они у нас не выполняются. Да и многое делается вопреки Евангелию. А послушание Богу должно быть на 100%. Беседы с нашим батюшкой дали отрицательный результат. Наш священник запретил мне во время службы стоять в храме, а слушать службу только в коридоре. С 25 января 2005 года этот запрет он снял, но стали проблемы с исповедью. В декабре 2005 года с разрешения Игнатия Тихоновича Лапкина я написал заявление в общину. 12 февраля 2006 года Аксенова Татьяна Павловна Андреева. Село Тагул, улица Круглова, 62, телефон 22-5-21. Прок языки 34-21-22. Так как вы толкаете боком и плечом и рогами своими бодаете всех слабых, да коли не вытолкаете их вон, вот, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. Деяние 8-30-31. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа зайти и сесть с ним. Филиппа зайти и сесть с ним. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 16. Вопрос 3049. «Вы говорите, что нет авторитета Библии, а на место его авторитет свои батюшки построили. Но, да, свой батюшки построили. Но разве сегодня это началось? Вы бы почитали, как Иоанна Кронштадтского почитали его слушатели?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Причина тут одна. Если нет авторитета священного писания, тогда ставится иной на ходулях». Кавычки открываются. «Святой праведный Иоанн Кронштадтский». Страница 93. «Вот он показался в дверях. Его быстро проводят к дверям и сажают в экипаж. Иначе ему не добраться до церкви через толпы чающих движения воды». «Минутку». «Я не думаю, что пот日本punkта выпадают в дверях. Егоaczego жить now? Она будет не виноватой.ил挙이를 так т easy». «Нич food каждого дня», слово « expects seventeen». «Святой праведный и незначительный». «Минутку» «Ну ведь он ascmain за и закройте. Играем в дверях». «Акатяя» Народ бросается за экипажем, его хватают за колеса. Вся толпа, как один человек, бросается бежать вслед за его экипажем, повторяя свои возгласы и ловя на лету его благословляющую руку. Народ бежит вплоть до калитки, устроенной позади собора, через которую отец Иоанн входит прямо в алтарь. Здесь его встречает новая толпа. В порыве духовного рвения народ совершенно забывал всякую осторожность в обращении с батюшкой и давил, толкал его во все стороны, не давая свободного прохода. Он не делал ни малейшей попытки вырваться из тесноты. К началу утренний громадный храм, вмещающий в себе более 7 тысяч человек, полон народом. Если бы отец Иоанн входил в храм с западными дверями через народ, то ему кажется никогда бы не добраться до алтаря. Для прохода отца Иоанна в алтарь вдоль стены, в длину всего храма, решеткой отгораживали место. Но это мало помогало, так как его и здесь постоянно останавливали. Отец Иоанн хотел кого-то благословить через решетку, когда проходил в алтарь этим местом. Тотчас схватили его руку и начали ее покрывать поцелуями, передавая друг другу. «Передай мне, передавай мне!» – слышалось далеко в народе. Если бы силой не отбили у народа отца Иоанна, то трудно сказать не только о том, когда бы он пришел в алтарь, но и о том, в каком бы виде он туда пришел. Рассказывать, что иногда отрывали даже части от его одежды. Зайдя в алтарь, он начал радушно приветствовать сначала своих сослуживцев, а потом счастливцев, имевших возможность видеть его так близко. «А, здравствуйте, братцы, здравствуйте!» Все делал он спешно и быстро. Поздоровавшись, он облачился в ризы красного цвета и начал утреннюю. Говорят, красный цвет – его любимый цвет. Одного обласкает, другого потреплет по плечу. Волосы прядями не спадали на плечи. О проскомидии просфор бывает так много, что их приносили сюда целыми большими корзинами. Страница 97-я. Сам отец Иоанн может вынуть только по несколько просфор из каждой корзины. Просфор подают иногда до пяти тысяч. Знаете ли, что великий ответ несу я пред престолом Всевышнего, если вы приступите, не приготовившись? Братья и сестры, о, как легко человеку впадать в грехи! Он стоял на омвоне перед образом Спасителя и пламенно горячо молился. Он плакал о нас. Он своими слезами омывал скверну грехов наших. Да, отец Иоанн плакал, соединяя свои слезы с нашими слезами. И в этот-то момент волнение рыдающего народа достигло высшей степени. Громадный собор наполнился стонами, криками и рыданиями. Казалось, весь храм дрожала под потрясающих воплей народа. Потрясающая картина! Величественное и вместе с тем умилительное зрелище, ясно доказывающее, как сильна вера в Бога и как велик дух русского народа, воздвигнутого на добрый подвиг покаяния вдохновенными наставлениями мудрого пасты. Но вот среди воплей раздался голос отца Иоанна, просящего народ утихнуть. Послушные его голосу мы умолкли и с радостною надеждою смотрели на лицо его. «Покаялись ли вы? Желаете ли исправиться?» – громко спросил он трепещущую толпу. «Покаялись, батюшка! Желаем исправиться! Помолись за нас!» – единодушная и искренно грянула толпа. Вслед за тем отец Иоанн наложил на смиренно наклоненную толпу и Петрахиль и свою властную освященную руку в знак того, что раскаившиеся грешники благодатью Божию прощены и разрешены от своих грехов. Радостный, освобожденный от тяжкого времени народ вздохнул свободно и со слезами радости смотрел на сияющего духовным торжеством доброго пастыря, сумевшего всколыхнуть спасительным студом души кающихся и омыть своими слезами загрязненные души. Затем последовал вынос причистых животворящих тайн христовых, и после громогласного прочтения всеми молитвы «Верую Господи и Исповедую» началось благоговейное причащение тела и крови Христовых, благодатно входящих в очищенные и примиренные с Богом души людские. Более двух часов длилось причащение многочисленного народа, и, наконец, было окончено. Кончилось все. Батюшка уезжает обратно, вот он вышел из боковых дверей и направился к паперти. «Что тут произошло?» – пишет один наблюдатель. «Я решительно отказываюсь воспроизвести с достаточной наглядностью. Лишь только он показался, вся толпа неудержимой волной, тесняя и давя друг друга, хлынула в его сторону, и стоявшие за заветной решеткой вмиг очутились на самом омвоне и чуть не сбили его с ног. При содействии псаломщика и двух сторожей отец Иоанн быстро перебрался к левому пределу и сделал шаг вперед, чтобы пройти с этой стороны. Не тут-то было. В одно мгновение та же толпа, точно подтолкнутая какой-то стихийной силой, стремительно шрахнулась влево и, простирая вперед в руки, перебивая друг друга и крича, и плача настойчиво, скучились у церковной решетки, преграждая путь своему доброму пастырю. О чем кричали, о чем молили, ничего нельзя было разобрать, потому что все эти мольбы и крики сливались в один неясный, оглушительный и растерянный вопль. Отец Иоанн, затиснутый в угол, стоял покорно, прижавшись к стене, и на утомленном лице его отпечатлевалась не то мучительная тоска, не то бесконечная горечь при виде этой иступленно метущейся у ног его жалко беспомощной толпы. Казалось, чего могло быть проще для каждого другого пастыря выйти из алтаря и пройти шагов 50 до паперти, но для отца Иоанна такое путешествие являлось делом долгим, трудным и даже небезопасным. Предвидев все это, двое городовых, находящиеся в наличности сторожа и несколько человек из именитых купцов предприняли очень быструю и оригинальную меру, а именно, стали по обе стороны намеченного пути и протянув по всей линии толстую веревку, образовали нечто вроде живой шпалеры с виду очень жесткой и внушительной. Но лишь только отец Иоанн двинулся вперед, вся эта внушительная шпалера оказалась детской смешной выдумкой. Веревка с треском лопнула, купцы и городовые в один миг были отброшены в противоположный конец храма и толпа, смешавшись и сшивая друг друга с ног, окружила отца Иоанна плотной непроницаемой стеной. Теперь отец Иоанн вдруг как бы исчез, и некоторое время его вовсе не было видно. Потом вдруг вся эта волнующая и вопящая стена колыхнулась в сторону, и я увидел отца Иоанна смертельно бледного, сосредоточенно печального, медленно, шаг за шагом, как в безжалостных тисках, подвигающегося вперед, с видимым трудом высвобождающего свою руку для благословения. И чем ближе он подвигался к выходу, тем толпа становилась настойчивее, беспощаднее и крикливее. У меня просто захватило дух от этого зрелища, и я невольно полозакрыл глаза. Когда я их открыл, отца Иоанна уже не было в храме, и самый храм теперь совсем обезлюдил. Теперь в углу перед сорока устом молилась на коленях какая-то богобоязненная старушка. Да старик-сторож сумрочно подметал пол, на котором валялись обрывки веревок, дамские нитяные перчатки, кулачок вязаной косынки и другие следы недавнего урагана. Мои глаза встретились с сочувственным взглядом старика. Господи, что же это такое? Неужто же это у вас так всегда? Сторож сокрушительно вздохнул. Эх, милый барин, ежели бы так всегда, а то вот одномедность под успение нашло народу, так как есть сшибли с ног батюшку. То есть как это сшибли? А так, сранили вовсе наземь и прошли по нем, как по мураве. Ну а он что? Известно, агнец Божий встал, перекрестился и хоть бы словечко. Наконец, отец Иоанн дома. Ему подают почту, как разнообразно и трогательно содержание этой огромной корреспонденции из всех концов России, из Франции, Швеции, Англии, Америки. Страница 176. Отдыхал в Рыжкове в 10 верстах от Харькова. Первым результатом его пребывания было то, что цветы и клумбы в саду имения были потоптаны и стерты с лица земли. Народу тут пребывало до 100 тысяч человек. В день подходило по 7-8 тысяч человек. Благодаря необыкновенному скоплению пассажиров к поезду прицеплялось по 10-12 добавочных вагонов. Страница 178. 15 июня по настоянию Харьковского архиепископа Амросия отец Иоанн служил литургию в городском соборе в первый и единственный раз вследствие больших затруднений от чрезмерного скопления публики. Совершал он литургии в сослужении всего городского духовенства. И это была беда а не служба как выразился один из очевидцев. Толпа напирала и едва не врывалась подталкиваемая задними рядами в алтарь. Певчие пели в алтаре в алтаре же перед царскими вратами делались все выходы. Железные решетки в соборе оказались поломанными натиском толпы. С трудом отец Иоанн выбрался из собора в одном подряснике без шляпы. Стечение народа вокруг собора было необычайное. Вся площадь и прилегающие к ней улицы сплошь переполнены были народом. Никакие полицейские меры не могли водворить порядок. Преосвященный предложил провести богослужение на соборной площади. Народ теснился так, что все крыши домов усеяны были желающими увидеть всеми обожаемого кронштадтского пастыря. На молебстве присутствовало более 60 тысяч человек. После провозглашения многолетия государю императору и всему царствующему дому толпа не выдержала и крикнула «Ура!» посещение Саратова. Одна женщина, не дождавшись еще совершенной остановки парохода с берега прямо в одежде бросилась в воду, чтобы обратить на себя внимание и увидеть батюшку. На корабль зашли под благословение губернатор и именитые люди. Толпа зашевелилась, задрожала. Более благоразумные люди отошли к стенкам и перилам. Еще минуты, две спокойных и трудно описать, что произошло. Какой-то стихийный поток, неистовые крики полицейских «Дайте дорогу!» «Пустите!» смешиваются с плачем и истеричными возглавшими «Батюшка, благослови!» вопли женщины и детей, которых чуть не задавили. Чистую публику, стихийно бросившуюся за ними, тесня и давя друг друга, еле удалось остановить внизу. На берегу надежная цель полицейских предохранила Саяна и его свиту от давки. Он был быстро посажен в карету, которая несколькими верховыми впереди умчалась по направлению к архиерейскому дому. Молебен предполагали служить на площади. Но, когда вынесли иконы на паперть, то увидели, что собор окружала такая масса, что нести иконы далее было нельзя. Пришлось молебен служить у входа. Народ стеною двинулся к паперти. Послышались крики. По окончании обеднии карета с отцом Иоанном с трудом проследовала через массы народа. Несмотря на то, что впереди ехало шесть конных стражников, к назначенному для отъезда отца Иоанна времени к пристани собраны были в помощь полиции войска, которые по ту и другую сторону проезда образовали цепь. Весть о приезде отца Иоанна пронеслась по селу. Многие плакали и со слезами на глазах громко взывали «Господи, откуда это нам, что ты посылаешь нам грешным такую благодать?» Почтенные старички и старушки позабыли про свою дряхлую старость и тут же в толпе среди своих сынов и внуков вбежали, не отставая от них. Страница 189 Отважный причалил к пристани Казани изобравший свою одну лишь сплошную массу голов колыхнувшися волнами, так что отец Иоанн сошел на пристань, как буквально был сбит с ног и стиснут громадной толпой. Стоявшие впереди, взявшие за руки образовали две сплошные цепи с свободным проходом. По мере приближения отца Иоанна к приготовленным экипажам напор толпы однако становился все сильнее, так что уже не было возможности сдерживать ее. Сдавленный со всех сторон отец Иоанн медленно двигался вперед, не оказывая однако никому благословений. Необыкновенными усилиями отец Иоанн был извлечен наконец из тысячной толпы и буквально внесен в коляску, куда рядом с ним сел городской голова. Лишь только коляска, конвоируемая верховыми полицейскими стражниками, тронулась, за нею кинулась толпа в несколько сот человек. Некоторые с явным риском бросались к подножке экипажа, схватывали и целовали руку отца Иоанна, прикасались к его одежде и затем подносили прикасавшуюся руку к своим губам. На обеде отец Иоанн, между прочим, сказал, «В каждом человеке Богом насаждено религиозное чувство, которое по свойству своему должно выражаться во внешней форме, должно изливаться так или иначе наружу, это неудержимое свойство каждого человека. Благодаря Господу он наделен божественным милосердием, выражающимся в особенности вызывать в народе это религиозное чувство, чем он бесконечно счастлив и за что он беспрестанно благодарит Бога». Отъезжая, отец Иоанн остался чрезвычайно доволен своим посещением Казани, горячо благодарит городского голову, благословил его образ образом призывая благодать Божию на дальнейшее управление его в кавычках просвещенным столь значительным и благочестивым городом. Страница 193. Отец Иоанн не захотел сойти с парохода и приветствовал собравшихся на берегу, заявил, что обед не будет служить завтра, благословил народ и ушел в свои каюты. Люди на берегу всю ночь жгли костры. Одна группа расположилась так, чтобы видеть отъехавший от пристани пароход и без слов смотрела, если можно так сказать, молитвенно на светлую точку в каюте батюшки. Огонек погас, но группа смотрела темно, но все еще чудилось, что оттуда светит, не верилось, что там, где Иоанн может быть темно. Страница 326. Иногда эта любовь к нему обнаруживается страстно, болезненно, известно, что раза два кусали пальцы отцу Иоанну с намерением откусить совершенно на память или как святыню разрывали часть его одежды и тому подобное. К нему сносятся постоянно различные вещественные дары, делают крупные пожертвования. Через его руки, можно сказать, проходят миллионы рублей. Несмотря на свои 70 лет, отец Иоанн выглядит человеком, имеющим не более 30 лет. Исайя 42.8. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Деяние 12.22. А народ восклицал, это голос с Бога, а не человека. Разве Иоанн не видел, что люди смертные и грешные идут уже и не ко Христу, а к Нему, не менее может грешному, чем его почитатели? Такую раскрутку потом получат Ленин, Сталин, Гитлер, а основание этого безумия было заложено уже в человекопочитании, восхвалении его харизмы в таких невероятных размерах. И обоснования подвел под свой культ. Но оставалось уже меньше десяти лет до взрыва страны, и эти же экзальтированные утробы пойдут громить храмы и монастыри. Почему же Иоанн не образовывал кружки по изучению Библии, не посылал с проповеди Евангелия по стране, как делают сегодня только сектанты разные всякие? Значит, он был слеп и ничего не видел. Он был доволен этим абсолютно ненормальным почитанием себя. Сравните, как прощались с апостолом Павлом и прощались навсегда. Что-нибудь похожее есть здесь? Деяние 20, 36, 38. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя, особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Как встречали Павла, как встречали Павла или Петра, Деяние 28, 15. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Деяние 10, 25, 26. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. Принимать такую славу, такое неукротимое славословие в свой адрес, как Иоанн Кронштадтский, может ли уж совсем неверующий или глубоко обольщенный, духовно больной, психически свихнувшийся человек? Почему Иван Ильич Сергиев не разрушил свой авторитет, как делал это Христос, а ежедневно въезжал в храм на этом ослинного нрава народе, как Христос сделал всего лишь однажды, чтобы исполнить прочество пророка Захарии при входе в Иерусалим в вербное воскресение? Иоанна 6, 67 Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Знающий Христа и Писания разве будет воздавать смертному такую неподобающую ему честь? Великий соблазн был во многом, а в этом неумеренном почитании был и великий грех, не допустивший многих напрямую выйти ко Христу. Иоанн ушел, и осталась зияющая пустота, которую революционеры и заняли тут же. Даже и вот цветная фотография с орденами, которую сам же Иоанн и благословил распространять, что собственноручно на фото и надписал. Это тоже нормально. Премудрость Сламона 14.16 Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелениям властителей извояния почитаемо было как божество. Глупь, кто не выслушав, дает ответ. Снаряды лягут мимо с недолетом. А надо бы идти за выстрелами вслед, каким бы ни казалось дело плевом. Бог слушает молитвы миллиардов и учит и дерет за зло непослушание. Не раз от наших слов, поставленных на карту, прочь зубы нечестивые, приходится лишь шамкать. Не торопись язык и скройся с зубами, пока они, хотя не все, еще во рту. Иначе нам головомойка, баня, мажжит, свербит и воет за версту. Не пожалеешь, если промолчишь, особенно судить других опасно, где благодать с молчанием рядом тиш, ни воздержание, ни обуяна страстью. У мудрости характер молчуна, отсеивает сходу все обиды, злопомнение, не толкая в чулан, оно печально на лице так видно, оно печатью на лице так видно. Не торопись, и мысли не дроби, дай дай выстояться слышанным событием, где промолчишь, ослабнет впереди ермо амбиции и не станешь быдлом. Молчание золота из глубины добыть так хочется, то час обогатиться, нам нужно изменять все бытие и быт, чтоб не во тьме кротовой быть а птицей. Когда словарь библейский в голове и сердце переполнено писанием, то в разговоре вставишь фразы две, а остальное дорисуют сами. Глупцом бы не прослыть и болтуном, всю жизнь молчать учусь благовествуя, язык и мысль, печатный наш станок, из Библии штампуют и не словечко в суе. 20 марта 2006 года Игнатий Лапкин Благодарю за внимание, спаси Христос за помощь. Аллилуйя. Глупцом Глупцим Глупцим Благодарю Продолжение следует...